А, и что еще хотел сказать. Хотел сказать то, что часто я получаю вопросы, как начинающие микологи начинают биться над получением культур, ну, какими-то своими экспериментами. И когда начинаешь разбираться в вопросе, вот они бьются-бьются над выращиванием культуры на чашках Петри и никак не могут получить, чтобы чистая культура какая-то у них выросла. Ну, тут нужно сразу сказать, что я им первое, что советую, это отказаться полностью от чашек Петри. Чашки Петри это для более адаптированных условий, где есть полноценный бокс, есть полноценный ламинарный шкаф. Вот эта посуда, чашки Петри, они предназначены для совсем других технических условий. Для начинающих только единственный вариант, это большая двадцатка пробирка. Вот большая, никакие маленькие не подходят. Вот такая пробирка. Но если нету вообще ничего, то можно применять вот такие бутылки. Но они, опять же, если бы они были удобны, то их бы применяли повсеместно в лабораториях. А работа с ней крайне неудобна, то есть усложняется обработка. Она имеет там свои какие-то функциональные, позитивные стороны для определенных мероприятий. Но работать с ней крайне неудобно. То есть прожечь, нагреть вот эту пробку, которая очень вероятно, что она здесь все инфицирована. То есть если сильно перегреть, пока будет выноситься культура, то наступит заражение, то есть не заражение, а культура погибнет в жарком вот этом горлышке. И просто пока мы ее выносим, она фактически там очень малюсенькая, несколько миллиметров, и она обычно погибает при вынесении. Также обработать вот эту пробку довольно-таки непросто. То есть сам прогрев, там над спиртовкой нагревает сильно стекло. Ну я применяю длительное такое, можно сказать, просто что замачивание вот этой пробки верх ногами в спирте. Потом спирт сжигается, ну и таким образом производится обработка. Ну и в дальнейшем можно использовать, но опять же таки бутылка очень длинная. Тут видите, в пробирочках там все четко происходит. Только вынял, взял, посеял, закрыл. А здесь же придется мицелия много, долго работать. И не исключено, что вот в процессе самих манипуляций, после первого же вскрытия, ну культура уже считается инфицированной. В дальнейшем она уже будет использоваться для каких-то там клонирования мицелия. То есть один раз она будет использоваться. Ну что я сейчас и собираюсь сделать. Так, что еще? А, ну и относительно лабораторных. Вот когда вы будете смотреть какие-то видео творчество мексиканских микологов, то у них просто такое впечатление, что они вообще пробирками не пользуются. Вот у них везде только вот такие бутылки от текилы. Маленькие, но у них обычно такие плоские бутылочки от текилы. Вот они только в этом растят. Ну вот такие, приблизительно как, вон там стоит, там на жидком стоит культура. Вот, они используют вот такие плоские. Довольно-таки огромная здесь площадь такая, мицелия вырастает громадное количество. И вот так удобно при массовом каком-то производстве. Довольно-таки, ну приемлемый способ, ну если нет никакой посуды. Но, еще раз повторю, что бутылка крайне неудобна для работы, потому что, потому что неудобна. Вот. Ну и относительно пробирок, вроде ничего не забыл, что хотел сказать. Ну и, наконец, в конце хотел бы добавить такой, ну, пресс-релиз, такое объявление, что материалы, все-таки по грибам, есть большое желание снимать. И, также есть желание снимать видео, которые не связаны с грибами, а в таких других полезных каких-то мероприятиях, здоровья. Потому что качественное, действительно эффековое видео довольно-таки сложно найти в наше время в интернете. Поэтому я решил поступить таким образом, что для всех видео, которые не связаны с грибоводством, выделить отдельный канал. И там я буду публиковать материалы, которые не связаны с грибами. Таким образом, в общем массиве информации, именно информация по мекологии не будет тонуть среди других роликов. Потому что иногда я наблюдаю, что люди ориентируются на материалы, которые связаны с грибоводством. И если идет материал о каких-то других темах, то люди начинают отписываться, или там не нравится им, что приходит на почту сообщение, что загружено видео, там по какому-то другому вопросу. А для тех же, кто является поклонником моего канала, поклонником не только именно грибоводства, а какой-то моей, скажем так, философии, каких-то взглядов на некоторые такие общечеловеческие вопросы, проблемы, то я сделаю как-то на канале объявление, или может в конце вот этого ролика, вы можете перейти на мой параллельный канал, где будут публиковаться видео, которые не связаны с грибоводством. Постараюсь там быть опять же таки более интересным, каким-то содержательным. Ну и видео выходит редко, потому что клонировать, публиковать такие мало содержательные видео, абсолютно нет никакого желания, ни времени, а вот что-то, какие-то сливки, когда появляются идеи, когда появляются мысли, будем делать, будем снимать, ну и будем таким образом заниматься творчеством. Так что подписывайтесь, кому будет интересно следить за другими материалами, жду вас на своем параллельном канале. Продолжение следует...